российским политологом Иваном Преображенским. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Следили ли вы за вчерашней трансляцией концерта и какие ваши впечатления? Ну, следить приходилось, в принципе, как за всеми подобными Путингами, которые российская власть организует, тем более, что этот концерт, он ежегодный, его проводят с момента аннексии Крыма каждый год, даже когда Владимир Путин не в Москве в эти дни. Когда он был, например, в Севастополе. Если первые годы в значительной мере было очевидно, что это люди, которые приходят как минимум с удовольствием сами и власти только помогают им сорваться, то в этот раз на стадионе, очевидно, большинство было собрано и огромное количество людей уходили через традиционные советские дырки в заборе еще до того, как начал выступать, собственно, Владимир Путин. То есть люди пришли, как на первомайскую демонстрацию в конце 80-х годов, отметились, получили свой отгун и пошли есть мороженое и пить пиво, соответственно, чтобы не слушать, что там выступают. Это такая форма протеста, вы считаете, да? Нет, это форма наплевательства. Это форма наплевательства людей, которые, может быть, даже и поддерживают официальную риторику, но не относятся ко всему этому всерьез, считают, что это все политика, их все это не касается. А некоторые, возможно, относятся и негативно, но боятся высказать это публично. Страх вообще самая сильная эмоция в российском обществе после начала войны. Иван, а что заявление Путина, вот эта его речь странная, вообще значит? То есть мне интересно, это с точки зрения публичной политики. То есть мы видим очень мало выступлений Путина за все эти дни, что идет война. И большинство из них довольно неприятные, как, например, его предыдущая речь про национал-предателей. О чем вообще эти заявления могут нам говорить? Ну, в данном случае Владимир Путин просто традиционный абсолютно формат, стандартный. Он пытается показать. Вот вся Россия, которая собиралась на стадионе, вот эти молодые прекрасные глаза, которые слушают Старого Газманова и слушают меня, и с удовольствием размахивают флаги под мою речь. Вот это настоящая Россия. И самое главное в данном случае, на самом деле, главный посыл, это не для своих сторонников, а для противников. С моей точки зрения, это попытка убедить противников в том, что вся Россия против них. Что никто почти в России не выступает против этой преступной войны. Что в России абсолютное большинство населения сознательно поддерживают Владимира Путина и его военную политику. То есть это такая консолидация, мобилизация населения абсолютно классическая. И придуманная еще Муссолини как мини. А как, по вашему мнению, в реальности выглядит ситуация в России? Как много россиян, какой процент поддерживает войну, по вашим ощущениям? Мы, конечно, понимаем, что социология тяжело, но тем не менее. Социологии, да. Социологии доверять нельзя абсолютно, потому что в тоталитарном обществе, в условиях тем более практически военного положения, военной цензуры, и новых принятых так называемых законов о фейках, абсолютно нереально себе представить, чтобы нормальный здоровый человек без жесткой политической позиции давал честный ответ социологу. Вот он сидит, он читает закон о том, что ему до 15 лет за дискредитацию российской армии. Нет, и раздается звонок, и его спрашивает приятный женский голос, «Думаете ли вы, горды ли вы действиями российской армии?» Ну, очевидно, он в этот момент горд, потому что он не хочет получать 15 лет и не очень понимает последствия своего ответа персонального. Поэтому у меня ощущение такое, что социология нам, конечно, абсолютно врет. Но не врет в том плане, кто пассивно поддерживает действующий режим и войну. Она врет в плане мотивации. Из этой социологии почему-то делается вывод, что большинство сознательно поддерживает политику Путина. Я думаю, что реальных сторонников политики Путина около 15, максимум 20% среди населения, чуть меньше или столько же, 15% – это жесткие противники происходящего. И, соответственно, 65-70% – это так называемое болото. Люди, которые считают себя аполитичными, у которых главная эмоция в этой ситуации – страх, причем часто нерационализированный, они не понимают, чего конкретно они боятся. Но в любом случае, если они попадут со социологом, они либо откажутся отвечать, количество отказывающихся отвечать зашкаливает. На самом деле, вот эти все опросы, которые мы видим, там большинство отказывается отвечать часто. Остальные отвечают социально одобряемый ответ, причем в данном случае социально-политический. То есть дают тот ответ, который, по их мнению, от них хотят услышать за долг. Думают, что это хитрая проверка. В стране, в которой такие богатые традиции полицейского давления государства на общество, понятно, что многие люди, и это описывают многочисленные люди, что они боятся говорить по телефону со своими родными и близкими. Когда им звонят, условно говоря, те же родственники с Украины и описывают, как бомбы падают на их дома, их родственники не просто отказываются их понимать, они хитро подвигивая часто отказываются их понимать, как бы делая вид, что мы же понимаем, что наш разговор сейчас наверняка будет прослушиваться, я не буду вам говорить правду, хотя я вас очень люблю. Приблизительно так работает это сознание, и нет пока точки сбора, в которой россияне бы решились выходить массово на протесты, потому что у них полная апатия, и нет ощущения, что они могут что-то изменить. Как показывают общественные истории других стран, точка сбора может так и не возникнуть, и общество продолжит сваливаться в тоталитаризм, или она может возникнуть абсолютно неожиданно, совершенно неясной точки вокруг условных цен на сахар, или, я не знаю, какого-нибудь идиотского проекта властей по очередным ограничениям, которые никому не будут изначально касаться важным, и вдруг вокруг него соберется общественное возмущение, и начнутся реально массовые и серьезные протесты. То есть ситуация просто непрогнозируема для экспертов, и любой, кто пытается убедить в обратном, выглядит непочти анально. Иван, вот тут правозащитный центр «ГУЛАГу.нет» публикует данные о том, что сейчас высвобождаются места в тюрьмах, и что Россию ждет волна новых политических посадок, что огромное количество людей будет преследоваться за то, что они против этой войны. Как вам кажется, насколько это реалистичный сценарий? И значит ли это, что Россия готовится к затяжной войне? То есть, что и сейчас эта война будет продолжаться на внутреннем фронте, и нас действительно ждет какой-то новый 37-й год? Давайте разделять. Я не считаю центр «ГУЛАГу.нет» в полном смысле правозащитным, и его информации не рекомендовал бы никому доверять, потому что в значительной мере это сливы информации от российских силовиков, которые с непонятными для нас целями используют это информационное окно. Зачем они пытаются манипулировать общественным мнением, мы не знаем, а раз так, не стоит им и доверять. Другая история – это, безусловно, усиление репрессий, которое очевидно начинается. Нет, я по этому поводу говорил, что когда Владимир Путин уничтожил, по сути дела, своей войной последнее объединяющее всех россиян, основу российской самоидентификации после распада Советского Союза, то есть гордость за победу во Второй мировой войне, которая объединяла абсолютно всех россиян. Теперь для противников этой войны историческая война уже другая, для сторонников этой войны все остается по-прежнему. Общество действительно разделилось, наконец, полностью и радикально. И очевидно, что та часть общества, у которой власть сейчас, начнет защищать, причем очень жесткими методами, тех, кого они считают национальными предательными и действительно так считают. То есть слухи панические – это скорее запугивание населения, чтобы не было сопротивления, но репрессии, очевидно, будут, и они будут нарастать. А тот факт, что Владимир Путин развернулся к внутренней политике, говорит о том, что он, судя по всему, понимает, что выиграть войну быстро он не сумел, он либо будет эту войну рутинизировать и сводить ее на немедийный уровень, чтобы все от нее устали, и она бы вяло шла еще достаточно долго. Либо будет ее более или менее, насколько ему это доступно, сворачивать. Но главное, да, после этого он переключится на внутренних условных национал-предателей, которые помешали ему победить. Иван, я бы еще хотела… Это будут украшения и оппозиция. Иван, я бы хотела еще с вами обсудить коротко такие нюансы идеологии. Вот митинг, который вчера прошел, он шел под лозунгом «За мир без нацизма». Вот очень часто Владимир Путин использует это слово. И, в принципе, те люди, которые говорят, что они как бы за войну, они говорят, что вот мы боремся с фашистами и так далее. Тем не менее, вот, например, украинский аналитик Виталий Портников, он как раз сравнил то, что вчера произошло в Москве, не с Третьим Римом, что вот Москва хотела стать Третьим Римом, а стала Четвертым Рейхом. Вот насколько это корректно, говорить теперь о России вот в таком контексте фашистского режима? Ну, Виталий Портников в значительной мере прав, тем более, что он долгое время был российским аналитиком перед тем, как перебрался в Киев и неплохо представляет себе ситуацию. И я думаю, что в данном случае, да, мы имеем дело, возможно, еще пока не с нацистским режимом, но, очевидно, с фашистским режимом, потому что российский действующий режим соответствует всем определениям фашистского режима, которые давались итальянскому режиму Муссолини, политологами, и когда он существовал, и несколько позднее. Это контрактивистский режим, развернутый режим персональной власти одного человека, в котором в наихудшем состоянии, с одной стороны, находится беднейшее слое населения, это идет массовое обогащение, а с другой стороны, все-таки, сохраняется видимость социальной политики. То есть это национализм, имперское мышление, что важно, и при этом видимость социальной политики и уничтожение, в первую очередь, средних слоев населения, наиболее образованных слоев населения, которые пытаются противостоять этому режиму. С этой точки зрения не хватает только одного, сверхидей по уничтожению кого-то другого. Для нацизма это, очевидно, были евреи, результатом был холохоз, чудовищное преступление 20 века. Для российского режима, к сожалению, уже звучат слова о решении украинского вопроса, и мы понимаем, что когда Владимир Путин говорит нацисты, думает он украинцы. И вот с этого момента, весьма возможно, российский режим начинает превращаться в режим уже нацистов. Дяку Великий, спасибо большое, Иван Преображенский, российский политолог, был с нами на связи.